И дубль номер три. Да, ребят, меня заставили это делать уже три раза. Меня зовут Стефан, рад вас всех видеть, хотя я вас-то, если честно, не вижу, но зато вы видите меня. И сегодня вы попали на канал 3DIY, где я буду в экспериментальном формате рассказывать о новостях, которые произошли относительно недавно в мире 3D-печати. Будем мы обсуждать новости, к сожалению, не российские, а западные, из загнивающей Америки. А уж понравятся вам новости или нет, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Вообще, как вам такой формат? Хотите ли вы видео новости, там, не знаю, с утречка, под чаек, под кофе? Или вам кажется, что это идея шляпа? В любом случае, как всегда, бомбите нас в комментариях, пишите ваше мнение. Мы всегда его читаем, мы всегда стараемся для вас, развиваемся. И как бы этот ролик тому доказательство. Погнали! Итак, первая новость. PepsiCo экономит 96% средств благодаря матрицам, напечатанным на 3D-принтере. Казалось бы, как на этом можно сэкономить? Но PepsiCo это удалось. В 2020 году они запустили патент, согласно которому они производят лишь несколько миллиметров своей матрицы из титана, а все, что за ней, как вам известно, там, достаточно-таки большой сэндвич, это производится с помощью 3D-печати. И таким образом, ребята экономят 96% на металле. Помимо того, что они экономят на самом материале, скорость изготовления 3D-печатной матрицы существенно быстрее. И таким образом, конечно, ребята выиграли себе очень приличный куш, денег. К сожалению, на цену самой продукции это никак не повлияет. То есть, как бутылка Pepsi стоила, так она и будет. Но, по крайней мере, ребята смогут гораздо быстрее их отгружать, производить. С чем их можно, конечно же, и поздравить. Переходим к следующей новости. Prusa Research запустила программу образования по школам всего мира. Но, к сожалению, не в России. По понятным причинам. Но, как бы то ни было, компания Prusa запустила свой уникальный сервис по обучению детей в сфере 3D-печати. Уже 1800 школ принимают активное участие в тестировании этой программы. И, соответственно, детишки с 1 по 11 класс теперь могут печатать как рогатки, так и, не знаю, все, что им там придет в голову непосредственно в школе. Помимо такой интересной программы самой по себе, компания Prusa предоставляет 5% скидку на всю продукцию. Это как принтеры, так и филаменты, так и вообще все-все-все в рамках этой программы для молодых подрастающих 3D-печатников. Мне кажется, эта новость действительно потрясающая, замечательная. Вообще, компания Prusa огромные молодцы. Все-таки Йозеф как-никак крестный отец 3D-печати, так называемый. И это очень здорово, то, что человеку не все равно на общество, на подрастающее поколение. И очень хочется верить, что у нас в России тоже, возможно, под руководством компании 3DIY, такое тоже случится. Но вот как бы то ни было, действительно, науку надо двигать, и подрастающее поколение должно владеть такими технологиями для того, чтобы наше с вами общество двигалось вперед. Так что Prusa, вау, респект, уважение, это очень круто. Следующая новость, кстати, тоже связана с компанией Prusa. Знаете вы или нет, но компания Prusa полгода назад, нет, даже, возможно, чуть-чуть побольше, точно не помню, уж простите меня. Они анонсировали свой новый принтер под названием Prusa XL. И, к сожалению, запуск этого принтера откладывается на полгода. Но во всей этой ситуации есть и определенные плюсы. А именно, они доработали свой экструдер под названием Nextruder. Увеличили передаточное число с 10 к 1 до 20 к 1. Также они добавили акселерометр на каждой из осей X, ну, соответственно, и Y. Z они не стали трогать по неизвестным мне причинам. Я как бы с Йозефом не живу под одной крышей. Заменили двигатели на каретке X и Y на более скоростные. И что самое-самое интересное, по крайней мере, это то, что лично меня покорило, это то, что у этого принтера есть такая интересная особенность, он может менять печатные головки. И, соответственно, они пообещали сократить время замены каждой из головок с 10 секунд до 3. Что из этого получится, что ж, надеюсь, узнаем через полгода, потому что именно тогда они планируют выпустить свою первую партию. Желаем Йозефу, как всегда, удачи, только вперед. Следующая новость у нас связана с темой спорта. Не напрямую, но достаточно косвенно. Компания Adidas выпустила вторую версию своих кроссовок, выполненных с помощью 3D-печати. Так называемые кроссовки 4D-форвард или 4D-вперед, это новые кроссовки от Adidas, стоимостью, кстати, всего 200 долларов. Ну, как всего? Как бы это немного, с учетом того, что эта обувь печатается на 3D-принтере, это очень-очень-очень бюджетно. В чем особенность этой обуви? В том, что вся ее стелька изготовлена полностью с помощью 3D-печати. По заявлению Adidas, они смогли добиться чего-то из разряда вон. Они смогли вертикальное давление на подошву преобразовать в горизонтальное ускорение. Таким образом, они обещают, что спортсмены в их новой обуви смогут быстрее бегать и меньше уставать. Мне кажется, это очень круто. Я бы с удовольствием хотел бы купить себе такую пару обуви. Но, к сожалению или к счастью, мы все знаем, где мы живем. И до нас эта обувь дойдет очень нескоро. А в Америке она уже неделю как продается. Что ж, будем читать первые отзывы об этой обуви. И надеяться, что когда-нибудь она доберется и до нас. Теперь давайте поговорим немного о строительстве. Напечатанные на 3D-принтере дома стали в разы дешевле традиционных. Традиционных я подразумеваю деревянных. Что уж тут греха таить. Читал новости про Америку. Там вы все знаете, как делают эти дома. Из брусков, гипсокартона и тому подобное. В общем, Джастин Хейнс проанализировал ситуацию со строительством. И сделал очень интересные выводы. Как правило, американский дом состоит из двух этажей. И средняя площадь составляет 500 квадратных метров. Это абсолютно средняя выборка. То есть, безусловно, есть дома как меньше, так и больше. Но Джастин решил сделать именно такую выборку. К чему он пришел? В среднем стоимость материалов, ну, самого как бы дома, составляет 40-50% от общей стоимости дома. Что как бы, ну, немало. Чтобы построить дом площадью 500 метров и 2 этажа, это в среднем уходит около 4 месяцев. Где 2 месяца люди тратят на фундамент и 2 месяца на возведение. Он взял в сравнение компанию под названием Кобот. Не путать с Комот. Именно Кобот. Компания Кобот утверждает, что они смогут построить эквивалентный дом. То есть, 500 метров и 2 этажа. Но без учета крыши всего лишь за день. И стоимостью, внимание, 1400 долларов. Что я об этом думаю? Думаю, что это брехня полная. Потому что за 1400 долларов, ну, я не знаю, с чего он там должен быть сделан. Но вроде как, по заявлению Кобот, это какой-то бетонный раствор. Как дела будут обстоять на самом деле? Ну, скоро выясним, надеюсь. А может и не выясним, не знаю. Но, честно, средняя стоимость дома в Америке начинается от 150 тысяч долларов. Это как бы вот заявляет Джастин. Тут как бы против 1400, ну, что-то уж прям очень сильный разброс. Пожелаем компании Кобот удачи. Надеюсь, что все-таки цена будет действительно таковой. И что это не выйдет в такую же круглую сумму, как и при постройке дома из тех же самых деревяшек. Заключительная новость у нас будет связана с чем? С космосом. Правильно. Запуск напечатанных спутников позволит наладить связь во всем мире. Странно. Такое я уже слышал от Илона Маска. Но, как бы то ни было, смелый австралийский стартап утверждает, что их новые, инновационные, напечатанные на 3D принтере спутники смогут покрыть действительно любую точку мира сотовой связью. Fleet Space Technologies уже готовит свою первую партию напечатанных спутников и готовит их к отправке в 2023 году. В чем же заключается их особенность? Ребята сделали 64 антенны на каждом спутнике, а также их вес очень и очень мал. Насколько он мал? Ну, они говорят, что в 10 раз легче традиционных спутников. Как это все на самом деле, бог его знает, но они утверждают, что их спутники способны просто мега как-то распылять сотовую связь и обещают, что их первые 50 спутников, которые будут запущены, смогут полностью обеспечить связь на нескольких континентах. Что из этого выйдет, узнаем уже в 2023 году, потому что именно тогда запланирован запуск первых спутников. Буквально самая свежая новость, которая вот прям сегодня. В общем, если вы вдруг помните, если вы смотрели прошлое видео, оно называется про окрашивание фотополимерных смол, там я заанонсил принтер Rex. Вот, и сегодня принтер Rex окончательно первый был собран, откалиброван, и я произвел первую печать. Не хочу, конечно, травить вас какими-то там пустыми ожиданиями, но, ребят, это правда уровень. Он печатает просто великолепно, просто нереально, вот честно. Подытожить сегодняшние новости я хочу именно этим принтерам сказать, что мы практически готовы. Оформляйте предзаказы и приходите к нам в офис, смотрите на готовые распечатки. Я больше чем уверен, что они вас очень сильно впечатляют. Обо всех как бы текущих новостях вы сможете узнать из нашего как телеграм-канала, так и ютуб-канала. Подписывайтесь на них, пожалуйста, по возможности. С вами был Стефан, и надеюсь, что этот ролик вам понравился. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!